SCP-340. Вирусная дыхательная мембрана. Класс объекта безопасный. Особые слои содержания. SCP-340-1, 3, 4 и 5. Субъектам следует вводить антидепрессанты и антибиотики широкого спектра действия. Внутривенно каждые 12 часов. Не следует самовольно добавлять лекарственные препараты к стандартной питательной пасте. Все отходы должны быть надлежащим образом стерилизованы. Все сотрудники, которые контактировали с водой из емкости содержания, должны обратиться к медицинскому персоналу немедленно. Описание SCP-340 является продуктом деятельности человеческого вируса, поражающего, как правило, носовую полость. Вирус не поддается идентификации в соответствии со схемой классификации Балтимора. Ведущий исследователь организации считает, что из-за его производства ответственно неустановленная третья сторона. Присутствие генов ВИЧ и коронавируса торс, начало сноски. Возбудитель атипичной пневмонии, также известный как тяжелый острый резоператорный синдром, конец сноски, поддерживает эту гипотезу. Инкубационный период средней продолжительностью 3 дня начинается в момент первоначального контакта с вирусом. Гипоподобные симптомы длятся в среднем в течение 7 дней. Увеличенное производство слизи наблюдается во всех известных случаях и сохраняется после того, как другие симптомы прекратились. Высокая вирулянтность наблюдается в течение первых 5 дней после заражения. Однако вирусные частицы обнаруживаются в течение месяца после воздействия. После заражения каждый случай наличия высокой концентрации в крови углекислого газа вызывает продуцирование СП-340. При начальном продуцировании СП-340 представляет собой желеобразную слизь, которая покрывает нижнюю половину лица, включая нос и рот. СП-340 в форме слизи подвергается каталитической реакции при погружении в воду и превращается в биопластическую мембрану. Химический состав биопластика способствует процессу данной удалены, который вызывает деградацию СП-340, однако позволяет носителю дышать под водой. Мембрана является гибкой и не сковывает движения лица носителя. Любые разрывы или отверстия, возникшие вследствие механических напряжений или деградации СП-340, восстанавливаются в течение 30 секунд из-за постоянного производства СП-340. Вирулентность на этом этапе резко снижается, хотя вирусные частицы были обнаружены в пробах воды, загрязненной СП-340. Попадание в окружающую среду может поддерживать распространение инфекции. Когда СП-340 подвергается воздействию воздуха, он высыхает в хитиноподобное вещество, похожее на панцирь ракообразных паров воды, задержавшихся внутри запечатанной СП-340 дыхательной системы, достаточно для предотвращения преждевременного затвердевания. Процесс затвердевания также разрушает его способность данной удалены. Потеря функции необратима после приблизительно двух минут пребывания на воздухе. После полного затвердевания СП-340 невозможно удалить, не вызвав серьезные повреждения тканей. Вещество тверже, чем любые общеизвестные органические вещества. Потребовалось более 15 минут непрерывного сверления стандартным твердосплавным сверлом, чтобы проделать в сухом СП-340 отверстие, голубой 5 мм. Продолжаются исследования методов культивирования ин-витро СП-340 для использования в промышленных целях. Приложение 340-1. Отчет об обнаружении. День месяца засекреченный. 2000 засекреченный год. У 12 учеников школы-интерната в Удаленном США началось продуцирование СП-340 во время соревнований по плаванию. 9 из них умерло до прибытия команды содержания фонда. Пятеро задохнулись при попытках очистить дыхательные пути от затвердевшего СП-340. Двое задохнулись после попытки трахеотомии, что привело к затвердеванию СП-340. Двое умерли от обезвоживания. Прибыв на место, команда содержания закрыла школу на карантин до определения источника инфекции. Были обнаружены еще четверо зараженных, пока не производящих СП-340. Все семеро носителей были поставлены на содержание. Затем были применены амнезиаки класса А и приведена в действие процедура сокрытия Гимель-2. Сценарий «Трагический пожар». Краткий обзор семи первых носителей СП-340 в настоящее время, обозначаемых как СП-340-1 по СП-7. Смотрите в документе 340-1. Приложение 340-2. СП-340 не убивает бактерии полустерта хозяев, а антибиотики не могут предотвратить инфекции вечно. Безопаснее всего в долгосрочной перспективе хирургически удалить зубы носителей, чем пытаться бороться с абсцессами, инфекциями костей и сепсисом. У нас есть специалисты по лопароскопии. Начало с носки. Современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводятся через небольшие, обычно 0,5 по 1,5 см отверстия. В то время, как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Конец с носки. Доктор Кернс. Документ 340-1. SCP-340-1 по-7. SCP-340-1. Мужчина белый. Возраст 12. SCP-340 при обнаружении продуцируется. Статус содержится в зоне секречна. SCP-340-2. Мужчина афроамериканец. Возраст при обнаружении 12. SCP-340 при обнаружении продуцируется. Статус скончался. Дата секречна. От осложнений при попытке хирургического внедрения зонда для искусственного кормления. SCP-340-3. Мужчина белый. Возраст при обнаружении 11. SCP-340 при обнаружении продуцируется. Статус содержится в зоне секречна. SCP-340-4. Мужчина латиноамериканец. Возраст при обнаружении 12. SCP-340 при обнаружении не продуцируется. Статус прошел экспериментальное лечение. Дата секречна. Лечение не удалось. Индуцировано производство SCP-340. Задержится в зоне секречна. SCP-340-5. Мужчина белый. Возраст при обнаружении 27. SCP-340 при обнаружении не продуцируется. Статус отказался от экспериментального лечения. Дата секречна. Согласился на индуцирование производства SCP-340. Содержится в зоне секречна. SCP-340-6. Мужчина белый. Возраст при обнаружении 12. SCP-340 при обнаружении не продуцируется. Статус прошел экспериментальное лечение. Дата секречна. Лечение не удалось. Индуцировано производство SCP-340. Скончался дата секречна. В результате добровольного самоустранения. SCP-340-7. Мужчина белый. Возраст при обнаружении 13. SCP-340 при обнаружении не продуцируется. Статус прошел экспериментальное лечение. Дата секречна. Лечение изначально считалось успешным. Скончался дата секречна. В результате неожиданного продуцирования SCP-340.